Любительский чемпионат Мордовии по баскетболу не проводился в Республике с 2008 года, но 15 лет простоя не убавили страсти и любви к лучшей игре с мячом у преданных поклонников баскетбола из региона 13. Инструментом, преобразовавшим желание в возможность, как и подобает, выступила Республиканская Федерация по этому виду спорта, которая совместно с энтузиастами собрала команды, а при поддержке титульного спонсора компании Атриника, этот турнир получил соответствующий статус в плане высокой организации и ценных призов. Мне очень все понравилось. Наконец-то баскетбол вернулся в Республику. Мы очень долго к этому шли, очень долго старались, очень долго с Дмитрием Карповым собирали команды, придумывали, как это все будет, формат и мельчайших, получается, каких-то деталей, то, что вы видели. Это все. Диме спасибо огромное. Я чем мог, помогал. На начальной стадии 8 команд провели между собой по одному матчу, затем 4 сильнейших коллектива продолжили играть уже в формате плей-офф. По итогам полуфиналов в главный матч турнира пробились команды «Профитроли» и «Атриника-2», дубль любительской команды с таким же названием, которая успешно выступает в открытом первенстве Пензенской области. В матче за бронзовые медали сошлись «Сиежар» и «Спейс Дивижн». Решающие матчи чемпионата состоялись в минувшее воскресенье. За баталиями финального поединка наблюдал министр спорта республики Александр Савилов, который сам играл в баскетбол в школьные и студенческие годы. Я играл когда-то в школе, поэтому сейчас ребенок у меня, дочь занимается, ей нравится. Я рад, что он учет, знаете, у нас в высоком-то любительском уровне. Здорово, классно, ярко, веселый матч. Посидел в качестве зрителя, учил вложить эмоции. Как я уже сказал, было здорово, местами на грани. Ребята, когда заигрывающие, позволяющие говорить «Пишли», но это спорт, это эмоция. Несмотря на любительский статус, страсти на паркете кипели не хуже, чем в профессиональных лигах. Болельщики, которых на трибунах спортивного комплекса «Мордовия» собралось больше трех сотен, активно поддерживали свои команды. В итоге победу в финале со счетом 93-72 одержали баскетболисты «Атриники». Матч за третье место выиграла команда «Спейс Дивижн». Самым результативным игроком финала стал Денис Кондрашин. На его счету 36 очков, 9 подборов и 4 точных броска из 5 попыток из-за трехочковой дуги. Не случайно именно Денис был признан самым ценным игроком турнира. Все получилось. Настрой всегда был боевой. На характере выиграли полуфинальную игру, финальную игру. Спасибо организаторам. Все на большом уровне. Все понравилось. Спасибо судьям. Все отлично. Такого формата чемпионата у нас первый раз проводится в республике. Для первого раза все ожидания произошли. Помимо медалей и кубков, победители турнира получили возможность съездить бесплатно на один из ближайших матчей единой лиги ВТБ. Индивидуальными наградами были отмечены лучший центровой Дмитрий Беляев из «Сейжар», мощный форвард Федор Доронин из «Атриники-2», а также лучший нападающий Алексей Вдовин из «Профитролей». Для руководителей федерации окончание турнира это повод задуматься о будущем. В частности, о развитии не только любительского, но и студенческого баскетбола. Баскетбола в популярном формате 3 на 3. В начале 2000-х именно успешное выступление студентов мордовских вузов стало толчком к появлению профессиональной команды в регионе. Мы с Петром Владимировичем начинали. Он, будучи студентом, уже работал тренером в Саранском кооперативном институте. Мы с ним встречались очень часто, проводили всевозможные турниры. И поэтому вот эти ребята, они выросли на этих соревнованиях. Уже эти ветераны сходили, производственные коллективы уже не стали. А студенческие команды по 2-3 команды от вуза играли. Было действительно очень серьезный уровень. Потом же их приглашали в другие профессиональные команды. Ну так сложилось, что вот организовалась команда «Рускон», и вот они 7 человек, они были без просто. Возрождение любительского чемпионата – это очередной шаг к развитию массового баскетбола в республике. Минувшие соревнования показали, что в регионе любят этот спорт, а значит нужно сделать все, чтобы у желающих играть была такая возможность, независимо от возраста и уровня подготовки. Юрий Осипов, программа «Наш спорт». 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 Юрий Осипов, программа «Наш спорт».